Слово, Единого и Святых Отец, главные догматы православной веры. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Всея же есть жизнь вечная, да знаю у тебя единого истинного Бога и постанного от Бога Иисуса Христа. Истинное учение о Боге Иисусе Христе, без сомнения, то, которое заключается в Божественном Откровении. Знает Бога Иисуса Христа тот, кто принимает и исповедует это самое учение. Но, братья, Откровением пользуемся не мы одни. Им пользовался и нечестивый Арий, преданный Анафеме Святыми Отцами Первого Вселенского Собора, в честь которых празднует ныне Святая Церковь. Недостаточно знать откровенные истины о Боге Иисусе Христе, а надо еще правильно понимать их. Ложное понимание, конечно, не послужит к нашему спасению. Когда же мы можем правильно понимать эти истины, без опасности заблуждаться? Не тогда, когда, читая Слово Божие, будем сами толковать его каждый по-своему, а когда будем разуметь его так, как разумеет и изъясняет Святая Церковь. «Самые просвещенные и благонамеренные человеческие умы по одной ограниченности своей могут заблуждаться в этом, как и во всяком деле, если будут действовать без надежного руководства, а тем более умы менее просвещенные и благонамеренные. Отсюда-то и произошли все ереси и расколы. Потому Господь Бог, сообщая людям свое откровение, верил его для хранения не частным лицам о своей Святой или Вселенской Церкви, которую и поставил быть нашу наставницей в делах веры, и которая не может в этом случае погрешать, будучи по выражению апостола, столпом и утверждением истины. Отчего Вселенская Церковь не может погрешать в делах веры? Оттого, что глава Церкви, постоянно ей присуща, есть Сам Господь Иисус, Который руководит ею и предохраняет ее от всякого заблуждения. Оттого, что в Церкви обитает Сам Дух Святый, Дух Истины, Который наставляет ее на всякую истину. Орудиями, через которые Христова Церковь преподает людям свое непогрешительное учение, служат пастыри и учители, которые для того поставляются Иисусом Христом. Вследствие такого устройства Церкви во все времена, как только возникала какая-либо ересь, взоры всех верующих обращались к пастырям и учителям Церкви. Предстоятники Церкви, епископы, когда находили нужным, собирались на Вселенские соборы. Общим голосом обличали ереси и определяли, как должно веровать христианам. И определения Вселенских соборов считались голосом самой истины, самого Иисуса Христа и Духа Святого. Эти-то определения доселе остаются неизменным основанием и руководством для всего учения Святой Православной Церкви. Будем же, братья, твердо и неуклонно держаться учения нашей Духовной Матери, Святой Православной Церкви. Будем живую веру принимать сердцем и исповедовать устами все, что она преподает нам на основании откровения об истинном Боге и посланном Им, Иисусе Христе, чтобы мы достигли жизни вечной. В случае каких-либо недоумений о предметах веры, обращайтесь к пастырям и учителям Церкви, законно поставленным, и отращайте навсегда слух ваш от самозванных учителей и пастырей, которые, уклонившись от Православной Церкви в ереси или расколы, позволяют себе толковать Слово Божие по своему произволу, и, будучи сами слепцами, увлекают от других несчастных слепцов речной погибели. Аминь.